Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, специалист группа поиска решений, Роман Дмитриевич, меня зовут. Подскажите, пожалуйста, вот вам сейчас звонили, да, по поводу Эвелины Васильевны. А кто сейчас это, еще раз, какого банка? Почта-банк. А, почта-банк. Да, 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 совершенно верно. Ну так. Вот, а могу я услышать вообще Эвелину Васильевну? Бражданный номер указан как ее контактный. Ну, шел человек, ушел. Сейчас телефон дома оставил, я брат. А, брат, брат, брат. А может, вы в курсе вообще о ее отношениях с банком нашим? Конечно, в курсе. Специально приехал по этому поводу. Специально приехали по этому поводу, понятно. А по поводу оплаты, может, знаете, как у вас эта оплата? Не, я, знаете, она же как давно у вас? Сейчас нету договора под рукой. Просто не это самое. Немного неудобно. Когда она у вас кредит брала? А она вам не рассказывала ничего об этом? У нее не только один банк. Я сейчас приехал заниматься ее вопросами финансовыми. издалека за несколько тысяч километров. Ну, у нее тогда еще лето банк был или почта банк? Просто мне не надо. А, лето. А сейчас почта, да. Видите, а документы никакие не переоформлялись. Нет, естественно. Номера договоров остались те же самые. А, ну, по номерам договоров, знаете, как поступим? У вас какие-то претензии есть у почта банка к моей сестре, верно? Финансовые, да? В смысле претензии? Ну, финансовые претензии. Нет, конечно. А какие могут быть финансовые? Конечно, потому что она в лето банк, она в лето банк деньги брала, а не в почта банк. И что? Ну, ничего. Вот знаете, вот я вот сразу слышал... Нет, подождите, подождите, давайте развивать мысль. Вы сказали, нет претензий. Зачем звонить ему? Ей, вернее. По поводу ее задолженности. Так это и есть претензия финансовая? Это же финансовая претензия? Нет, нет. А что это, Балаша? Надо поставить платеж. Не, не будет платить в почта банка, на ни копейки платить в почта банк не будет. Все. Ну, в таком случае, понимаете, в чем дело? В чем? Вы неужели думаете, что это все будет решаться в рамках правового поля? Вот. Я поэтому и приехал. Это какой-то арест из щитов. Да, я знаю. Я сейчас вас приторможу, чтобы вы ахиньи не несли. С вами разговаривает юрист с 14-летним стажем. Вот сейчас про арест из щитов. Тем более, вы сами тогда сами себе верите, что вы говорите, если вы юрист считаете. Понимаете, я просто так голословным вещам не верю. То есть, когда мне что-то рассказывают, я всегда проверяю. Так вот, порядка 4-х лет я уже занимаюсь тем, что помогаю людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. В том числе с банками. Знаете, очень результативно. А как же у вас тогда ваша сестра попала? Ну, вот, понимаете, далеко живет сестра еще и двоюродная. Я вам, конечно... Я узнал, да, немножко. Ладно, в принципе, особо-особо мне разговаривать с вами... Конечно. Я вам и не рекомендую со мной разговаривать. Не могу разговаривать. Да. Да, ну, понимаете, вы берете абсолютно чужой телефон, представляете, братом двоюродным, который приехал оттуда издалека, понимаете. Это мое право. Вы говорите, что вы юрист с 14-летним стажем. Да. Нет, телефоны брать чужие, это, во-первых, просто неприлично, на самом деле. Это, понимаете, в контексте вообще чужие. Я согласен полностью, но она мне не чужая. И она вообще мне разрешила это делать. Сказала, вот телефон, на него звонят представители банков, пожалуйста, разговаривай с ними. И что тут противоречиво? То есть я понимаю ваше желание разговаривать с некомпетентным человеком. И полное отсутствие этого самого желания разговаривать с компетентным человеком. Да, я вам уже повторил об этом. Я считаю, что моей компетентной хватит с вами поговорить. Вы сами говорите, да, вы сами понимаете, говорите мне не быть голосовным, а вот. Ну что тут сказать, да, связь прервалась, ну, пускай, может, технически, но там до того, чтобы он трубку бросил, тоже оставалось совсем немного, да, вы все почувствовали, как он собирается, подыскивает способы, поводы, какие-нибудь более или менее безобидные для себя слиться. А, и вот я услышал, он там хотел мне заявить, что я типа голословный человек, раз заявляю, что у меня хватит компетенции с ним поговорить. Я обрадовался поначалу, думал, он сейчас со мной в полемику вступит. И начнет пытаться вот ту самую хинею нести, и получится прекрасный, шикарный ролик. Ну, к сожалению, друзья, не получилось, хотя он успел уже наговорить, и вы очередной раз услышали классического коллектора, классического недоучку. Хотя, вы знаете, не раз был в отделениях почтобанка и видел, как там работают эти вот, ну, собственно говоря, у них так устроена вся вот эта вот рабочая схема, что сами вот эти вот ребятишки, да, там, как правило, молодежь сидит такая, что, ну, прям вот смотришь, ну, там, от силы 20-22 года, мальчишки, девчонки такие сидят, неопилившиеся еще, и вот сидят те же, которые выдают кредиты, и те же и обзванивают. То есть, вот этот самый почтобанк, таким образом, как он им наверняка преподносит, да, готовит из них высококлассных специалистов, готовых работать, ну, в любых условиях, по любым, там, задачам, по любым, собственно говоря, должностям и так далее. На самом деле, это очередная дуриловка простых, ну, доверчивых сопляков, которые, в принципе, не понимают, что на самом деле происходит, что их просто под пули кидают, и еще навешивают на них вот эту обязанность, и в то же время делают их жертвами, то есть, вот таких вот смешных роликов, ну, и, конечно, персонажами, многих, вроде подобных моему каналах на ютубе. Кто не понимает, почему я так утверждаю, кто свято верит в правдивость, в честность банкиров, пожалуйста, придите на вебинар, ссылочка на вебинар в описании. Я знаю, что таких людей очень много появляется на нашем канале, которые непопытство заходят узнать, что и как. Конечно, в рамках канала это может быть и не узнать, но на вебинаре, поверьте, мы вам глаза откроем. Вот этот вебинар бесплатный, ссылочка есть в описании этого ролика, и там же расписание по этой ссылке, обязательно посмотрите видео на презентацию вебинара. Ну, и для тех, кто уже созрел, либо ищет специалистов высокого уровня, чтобы решить все свои финансовые проблемы в формате законного, того самого решения, то есть в формате правового поля, пожалуйста, для вас ссылочка на наш официальный сайт, где есть видео, как устроена работа кредитных юристов. Всегда повторяю, прежде чем оставлять заявку на бесплатную консультацию, прежде всего посмотрите на нашем официальном сайте видео, которое рассказывает, «Как устроена работа кредитных юристов». Ну, и группа, ссылочка на нашу группу ВКонтакте, тоже вступайте, подписывайтесь на наш канал. В конце этого ролика выходят три аннотации в окне трансляции, посмотрите, значит, слева это будет как раз таким ссылка на ролик, «Как устроена работа кредитных юристов». Посерединочке будет ссылочка на вебинар, это и, соответственно, справа будет ссылочка, на которую вы подпишетесь на наш канал. Ну и то же самое продублировано, как я уже и сказал, в описании этого ролика. Пожалуйста, это во всех, в принципе, практически роликах, выложенных за последний месяц, поэтому можете в любом ролике увидеть необходимые ссылки и аннотации. Итак, на связи был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты компании «Алиамп». Счастья вам, здоровья, финансово, благополучия. До свидания.